Первыми пациентами для молодых медиков станут манекены. Кабинет с симуляционным оборудованием открылся сегодня в Липецке на базе центра после дипломного образования. Это один из первых этапов региональной целевой программы развития кадров здравоохранения Липецкой области. Один малыш или двойняшки, темп течения родов, в каком положении родится ребенок, весь процесс программируется нажатием нескольких кнопок. У нас есть контролер родовой деятельности. В НОЭЛЬ у нас примерно 9 акушерских состояний, 9 сценариев. Можно сделать не только 9, а там и 15, и 20. Любая патология имитируется. Иностранную НОЭЛЬ медики договорились называть более привычным именем Наталья. На ней врачи и медсестры смогут отрабатывать навыки ведения родов, оказание неотложной помощи роженице и новорожденному, проводить различные медицинские манипуляции. А вот эта пластиковая кукла имитирует недоношенного малыша. Выжить младенцу, который весит всего полкилограмма, может помочь современная техника и умелое обращение врача. Если раньше врач приходил и медсестра приходил на рабочее место, имея теоретические знания и только на практике, у постели больного чему-то обучаясь, сейчас молодые врачи, молодые медсестры могут совершенствоваться на фантомах, на вот этих симуляторах. Симуляторы и тренажеры позволяют набраться практического опыта, отточить навыки редких операций, опробовать новые методики, научиться использовать современное оборудование, совершенствовать работу в команде. Пока в симуляционный кабинет закупили манекены для специальности акушерства и неонатологии. В ближайшей перспективе ожидаются тренажеры для интенсивной терапии и реаниматологии. На закупку оборудования из областного бюджета выделили 22 миллиона рублей. Осваивать медицинские навыки здесь смогут не только медработники. Предусмотрены экскурсии для школьников и обучение оказанию первой помощи. Создание симуляционного кабинета – лишь одно из направлений региональной целевой программы развития кадров здравоохранения. Липецк обувь вступает в пилотный проект по дистанционному повышению квалификации медицинских специалистов через интернет. Если на сегодняшний день это обязательно выезд куда-то, в какой-то город, где есть медицинский институт, или приезд к нам специалистам, что тоже дорого и неудобно, даже если с районов приезжать в Липецк, это тоже не совсем удобно, то в ближайшее время человек на своем рабочем месте будет иметь возможность получать подтверждение своей квалификации. Это новый виток в развитии телемедицины, который уже существует в области. В региональном телеобучающем центре, связанном телекоммуникационными каналами с ведущими клиническими центрами Москвы, Екатеринбурга и Воронежа, уже прошли обучение более 600 врачей и более 500 средних медработников. Телемедицина действует в каждой центральной районной больнице Липецкой области, позволяя обмениваться опытом с ведущими специалистами. Непрерывное обучение поможет медработникам идти в ногу со временем и оказывать высоко квалифицированную медицинскую помощь жителям региона.